Футбольный болельщик в предвкушении очередного игрового викенда. В выходные состоятся матчи 37-го тура чемпионата страны. Амкар будет играть дома. Пермь посетит Грозненский Терек. В турнирной таблице команды расположились по соседству, поскольку те и другие набрали одинаковое количество очков – 41. Терек на 11-м месте, Амкар на 12-м. Правда, настроение перед очной встречей у соперников прямо противоположное. Коллектив из Грозного в предыдущем туре уступил дома Нижегородской Волге 1-3. А пермяки в гостях одарили лидера второй восьмерки Краснодар. Таким образом, подопечные Меодрага Божевича во второй части чемпионата по-прежнему не знают поражений. В шести встречах одержаны четыре победы, и две Амкаровцы сыграли в ничью. От зоны прямого вылета отделяют уже 14 очков. От 13-го места, которое грозит переходными матчами, отрыв 6 очков. В поединке с Тереком не смогут сыграть четверо игроков нашего клуба. Это Черенчиков, Волков, Смирнов и Попов. Потери гостей еще серьезнее. На поле не появится сразу шесть футболистов. Встреча уральцев с грозницами намечена на воскресенье, 1 апреля. Игра начнется в 16 часов. Команды рассудит москвич Евгений Турбин. Примечательно, что ни одна из сторон при этом арбитре еще не побеждала. Продолжает выступление в первенстве страны по мини-футболу среди команд высшей лиги «Пермский арсенал». В Нижнем Новгороде стартовал 15-й тур. В первой встрече наша команда встретилась с хозяевами площадки, местным клубом с оригинальным названием «Футбол-хоккей». Канониры уверенно победили 5-1. Один мяч на счету Пахомова, по дублю оформили Санников и Власов. Следующий соперник «Пермяков» – «Глазовский прогресс». Проведут в предстоящие выходные очередные матчи и волейболисты при Каме. Подопечные Владимира Путина и Владимира Викулова в 20-м туре чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги «А» принимают в столичный клуб МГТУ. Оба поединка, и субботний, и воскресный, пройдут в спорткомплексе «Политехник» и начнутся в 17.00. Маленькие молотобойцы продолжают победное шествие по Южному Уралу. На турнире в Магнитогорске, где играют команды, составленные из игроков 2003 года рождения, наши одержали третью победу подряд. Вслед за местным «Металлургом» и Челябинской хоккейной школой «Макарова» пермики разгромили сверстников из трактора – 10-3. Впереди у молота игры с командами «Салават Юлаев» и «Южный Урал». В любительском горнолыжном спорте подходит к завершению очередной соревновательный сезон. Для пермских спортсменов он сложился как никогда успешно. Наша команда, представляющая клуб «Прикамье», завоевала массу наград на самых разных состязаниях. А под конец сезона выиграли главный трофей – Кубок Челябинской области. Это мероприятие состоит из нескольких этапов и проводится ежегодно. Однако занять первое место в общем зачете нашим горнолыжникам удалось впервые. Из регионов приезжали Москва, Самара, Оренбург, Красноярск. Челябинск, Екатеринбург. В общем, практически все регионы нашей Российской Федерации. Мы заняли первое место среди команд. Взяли большой хрустальный глобус, можно сказать, по горнолыжному спорту. Судьба Кубка решилась на последнем финальном этапе. Пермяки к этим стартам готовились основательно. Пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать свое превосходство над остальными командами. Чемпионами были в своих возрастных группах. Это Гладких Татьяна, Коллегов Александр, Белодет Юрий, Касаткин Алексей. До завершения сезона остался еще один старт. И вновь на Южном Урале. Юбилейный десятый кубок Абзакова. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова